ЧП в микрорайоне Ельничной. Там на одной из улиц местные жители обнаружили тело бездомной собаки, за которой они ухаживали более трех лет. Перворальцы уверены, ее убили. Вот только кому помешало безобидное и дружелюбное животное, не понимают. Подробности у Виталия Мотина. Мама, Бонечку, ты видишь Бонечку? Я говорю, да, вон она бежит. Мама, скорее кушать Бонечки выноси. Это было у нас каждый изо дня в день прямо. И он ее сам кормил из рук. Еще недавно эти воспоминания для Анны Ляховой были поводом лишний раз улыбнуться. Сегодня девушка не может сдержать слез, а шестилетнему сыну пришлось сказать, что лохматую подругу забрали в приют. Боня, четырехлапая любимица не только их семьи, но и почти всего микрорайона Ельничной, мертва. В выходные местные жители нашли тело с перевязанными веревкой лапами, шеей и глазами, а мордочка была окровавлена. После трагедии Анна с неподдельным страхом вспоминает. Для жителей Ельничного это не первый случай жестокого обращения с животными. У наших соседей двое. Убили двоих собак. То есть, их травили так, что это просто было на глазах у детях, как они на дороге прям бились в конвульсиях. Этот человек, который творит такое, он живет среди нас. Сегодня ему помешала собака, а завтра может помешать наш ребенок, который вдруг кричит или нечаянно мячиком пнул в него или еще что-то. Но это очень страшно. С дрожью в голосе Анна рассказывает. Три года назад годовалая Боня появилась на улицах Ельничного. Вскоре она стала не только всеобщей любимицей, но даже защитницей большинства детей. Почти в каждом доме ее ждала миска еды и человеческая ласка. Поэтому у местных нет ни единого предположения, кто же мог так зверски расправиться с животным. Первым делом о трагичной находке сообщили зоозащитникам. Там, оказалось, Боню уже знают, она проходила по программе стерилизации и вакцинации и не раз попадала в программу отлова. Но надолго в приюте не задерживалась. По многочисленным просьбам жителей вернули обратно после стерилизации и вакцинации. Собака по заключению кинолога не проявляла агрессии немотивированной. То есть вот так, чтобы просто взять и кинуться на какого-то там человека и принести там вред, какой-то ущерб, нет, такого нет. Это убийство, которое законом запрещено и должно караться по закону. И чтобы это произошло, первоуральцы обратились в полицию. Правоохранители приняли заявление от жителей. Хотим добиться, чтобы нашли и наказали как-то этого. Нашли живодеров. Живодеров, да. После общения с неравнодушными горожанами полицейские отправились на место, где обнаружили изувеченное тело Бони. Изучили характер повреждений, осмотрели местность. Но это только начало расследования. В ОМВД России по городу Первоуральску данная информация зарегистрирована. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. В рамках действующего законодательства будет принято решение. Сейчас, как говорят сотрудники ОМВД, им совместно с представителями общества защиты животных предстоит большая работа. Если будет доказано, что гибель Бони – дело рук человека, ему может грозить до трех лет лишения свободы. Виталий Мотин, Денис Хромцов, Евгений Шилов. Новости. Первоуральск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова